Михаил Анатольевич, может ли что-то резко измениться в политике России в отношении Чечни? Ведь неожиданность всегда более характерна частью политики российской. Непредсказуемость, а не неожиданность. Непредсказуемость. Чтобы изменить отношение России к Чечне, это надо изменить всю Россию. Это не спонтанное явление. Ведь посмотрите, как готовили этот план. Уж я-то хорошо знаю, чтобы в военном отношении к Генеральному штабу, во взаимодействии с всеми ветвями власти, от Думы, Совета Федерации, исполнительной власти, правоохранительных органов, спецслужб, довооруженных сил, спланировать такую громадину до мельчайших подробностей. На это нужны годы. И они планировались годами. Чечня – это только фактор. А далее Кавказ, а далее Балтика, далее Средняя Азия. Планировалось здесь, что Аджари, Абхазия, Нагорный Карабах, Лизгенистан, вычлененные из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия должны быть полностью под юрисдикцией с присутствием российских войск на Кавказе. Далее побережье Каспийского моря, включая Лизгенистан по периметру дайранской границы, все рабочие, потерявшие смысл и работу на Крайнем Сирии, Дальнем Востоке, на Урале, Сибири, должны были засединить сюда, изменить демографическую ситуацию, вытеснить дагестанцев с побережья и остальных с побережья Каспийского моря в горы. А далее, посмотрите, мы демонстрировали картию, спланированную в Генеральном штабе. Границы между Учечной и Дагестаном нет, включая Хунзах и Черкей, и Черкейскую ГЭС. Должны были быть уничтожены авиационными, только авиационными ударами с воздуха. И Черкейская ГЭС тоже. Где затапливалась огромная площадь внизу, уничтожался весь потенциал, как производственный, так и природный. И оставить кавказцев, по сути дела, без Кавказа. Таков был план. А далее Крым. В Литве и Белоруссии коридор в Калининградскую область, оккупированный российскими войсками, которых девать некуда. Идите туда, завоевывайте, и там ешьте, грабьте, насилуйте, убивайте, мародерствуйте и тем проживайте. В Латвии две военно-морские базы и семь наземных военных баз на территории Латвии. Оккупированный и никуда не денешься. В Эстонии Нарвийский район должен был отхвачен и оккупирован. В Средней Азии Казахстан и Киргизстан должны быть введены в состав уже новой России, как колонии. С остальными вести войну силами Казахстана, Средней Азии, друг с другом. Вот примерно планы до конца 95-го года, которые были в России. Планы. Конечно, планы в России были и аппетиты широкие, и раньше, но осеклись на Афганистане. Знаете, как в ангдоте муравей перевязанный идет, а кумарик спрашивает, «Что с тобой, мурик, дорогой? Что случилось?» «Да, было дело. Хотел светлячка отведать, да на окурок нарвался». Вот так нарвались на Афганистан, и аппетиты немножко поубавились. А когда погорели на Афганистане, то решили изменить политику, привлечь Европу на свою сторону, идеологи и политики, и заигрывать с Европой, чтобы усилиться до Индийского океана, Ближнего Востока, Босфора, Красного моря, а потом шлепнуть и Европу. Афганистан, а потом и другие трудности, а потом еще теперь Ичкерия. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойни. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там, под этой маркой, хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе, и в военном, не только в военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. Сколько можно. Россия, по сути дела, рекетер. Вот она угрозами, танками, армадами, выбивает себе деньги. Вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. И если не, значит, цивилизованный мир не хочет этого, то давай мне деньги на восполнение этой прибыли. Вот рекет, рекет, обыкновенный рекет. Редактор субтитров А.Семкин